Всем привет друзья, вы на канале MyAns. Сегодня у нас на обзоре не самый экзотический, но не менее интересный вид муравьев Diacama rugosum. Муравьи вида Diacama rugosum распространены по многим странам от Пакистана до Австралии. Хищники средних размеров, матка как правило в длину до 15 мм. В семье доминирующей особи становится гомергат. Интересной особенностью является то, что оплодотворение происходит не выходя из гнезда. В естественной среде число особей муравейники составляет около 300-400 муравьев. Муравейники rugosum обустраивают в почве, под камнями или в корнях деревьев. Этот вид также относится к подсемейству панирин, однако имеет достаточно много своих особенностей, из-за чего многие считают Diacama менее примитивным видом, нежели другие панирины. Буквально через час после переселения из транспортировочного инкубатора муравьи натаскали кучу субстратов в жилые секции и очень шустро обжились в новом фармикарии. Именно сплоченность и энергичность отличают их от большинства других панирин. Практически все, что они делают, они делают вместе, начиная с охоты и заканчивая выносом мусора. К слову о мусоре, Diacama не самые большие любители чистоты и частенько гадят у себя дома. Но так уж они устроены. Со своим уставом в чужой монастырь, как говорится, не ходят, так что это их право. Diacama очень интересные муравьи, за ними можно наблюдать часами. Мне больше всего импонирует процесс охоты. Как правило, если муравьи встречают потенциальную добычу, которая превосходит их по размеру, они бегут к своим собратьям с сигналом о том, что требуется подкрепление. И в течение 5-10 минут на арену вываливается уже целое стадо Diacama, ищущих жертву. Они могут набрасываться толпой на добычу и давить именно числом, хотя тем не менее, для успеха обычно хватает всего одного ужаливания. После этого они опять же вместе заносят парализованную жертву к себе в гнездо, где их ждут довольно голодные сородичи. Наши Diacama живут в формикарии Панеринхаус, и я, конечно же, не упущу момента сказать, что он отлично подходит для содержания данного вида муравьев. Кормим мы их в основном живыми туркменскими тараканами, личинками мученика из нахаря, а также иногда даем сиропчик, поскольку в природе они не прочь полакомиться нектаром. В гнезде и на арене мы поддерживаем высокую влажность, как у винаторов. Температура должна варьироваться от 25 до 28 градусов. Зимовка не требуется. Огромным плюсом содержания Diacama является их быстрое развитие. Развитие от яйца до муравья занимает всего 2 месяца. Для сравнения у тех же винаторов на 1 месяц дольше. Помимо этого, Diacama совершенно неприхотливые муравьи и являются отличным выбором для новичков. Для успешного поднятия колонии данного вида требуется всего лишь давать еду, поддерживать влажность и иногда очистить арену от отходов. А остальное муравьи сделают сами. Ну что ж, друзья, всем, кому понравился обзор, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на канал и на группу ВКонтакте, чтобы не пропустить новые интересные обзоры и конкурсы. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok